Доброе утро. Я уже встал, открыл шторки. Доброе утро, старода. Что такое? Доброе утро. Скажи себе, Марисуль, доброе прекрасное утро. Моя ты девочка. Сейчас бантик тебе сделаем красивый. Да? Дядя, 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 дядя. Ласечка, Ласечка, как у тебя дела, киса? Помаши всем лапкой. Машет она вам, девочки, машет и мальчики. Прекрасное утро. Обожаю, когда солнце. Обожаю, когда много солнца в квартире. Доброе утро. Я что-то опять надел линзу как-то, мне кажется, криво. Вот если с утра надел линзу криво, сто пудов она у тебя либо слетит, либо будет весь день мешать. Вот по-другому никак. Это, наверное, переклеивать, хотел сказать. Переставлять в другую. Так, ну что, девочки, надо что-то завтрак какой-то готовить. Я уже кофеек пью. Кстати, выпил уже три стакана воды с лимоном. Теплая вода. Офигенная, тёплая, да? Вкусная. Ну, как тёплая, всё в меру. Лисичка. Боль всех девушек. Сейчас девушки меня поймут, как никто. Смотрите. Блять. Как надо на маникюр уже идти. Так, кто-то про морковный крем спрашивал. Вот. Просто охеренный. Просто охеренный. Вот этот, я уже говорил, уже больше зимний. Когда в морозы. Я думаю, что в регионах ещё морозы стоят, поэтому можете пользоваться. Лица намазали. Да, он блестит, да, он жирноват. Излишки убираете салфеткой. Этот такой, знаете, между-между. Вот посерединке, по интенсивности. Сейчас, подождите. Мини-операция. Нормально, вот, смотрите, на две части. Как так-то? Так, коротко. Ай, сука. Женя. А есть ли у меня пилочка вообще? Мне кажется, я всё полутидываю. Да, это не пилочка, это полировка. Хоть что-то может полирнуть. Женя. Я просто ненавижу, когда такие моменты, потому что я же с волосами работаю. И когда делаю укладку, если мне зацепляет за ноготь волосы, всё. Для меня это вообще пипец. Ай, девочки. Ой, девочки. Девочки, девочки, девочки. Так, подождите, где мои шортики? Давайте я вас вообще поставлю. Я сегодня с утра смотрел инстаграм интерьеры, квартиры, квартир. Блядь, нашёл один такой крутой интерьер. О, мне прям хочется, вы знаете, окунуться в ремонт. Представьте, вчера готовил. Блядь, что ж такое-то? Одни травмы. Вчера готовил в духовке картошку с говядиной. Видите, одни травмы. Пойдёмте опять мазать. Это, вчера готовил картошку с говядиной. Я в эту, в духовку прижёг к себе. Мне было не больно. Ну, просто я так и знал, что если обжигаешься, то обязательно обрезит. Так, а где у меня был этот? Сейчас каким-нибудь вот этим намажусь. Питает, смягчает, защищает, разглаживает. От ультрафиолета. От ультрафиолета это значит утренний крем. От ультрафиолета. От ультрафиолета. И что-то вот это то, что я уже завязываю. Честно, я как подлечу, блядь. А зачем я вот им буду мазать? Это заживляющее что-то. Загубную намажу. Заживет. Само заживет. Такие интерьеры крутые нашел. Прям уже хочется приступить к ремонту. Подожди, я еще хочу кофе. Хамка. Слушайте, вчера заказал чайник. Да что ж такое-то. Короче, заказал чайник новый. Красивый. Но мне его нужно было вчера забрать. Я посмотрел пробки и не поехал. Может быть сегодня заберу? Очень красивый чайник. Не о чайнике вообще речь была, Женя. Сейчас все-таки у крана сморщились. Я прям представляю. Вот. Скоро, скоро, скоро. Давайте что-нибудь пожрем. Девчонки, мальчишки, а также и кранители. Было пять эклеров. Остался один. Очень вкусные. Они нереально вкусные. Я, конечно, ел в своей жизни и повкуснее. Я беру картошечку с говядиной. Разогреем. Вот я в таких крыльях готовлю. Очень удобно. Я вам уже показывал. Чистейшая у меня остается духовка. Противень чистейший остается. Это очень удобно. Так. Я всегда тебя ждала. Ну, я не знала, что так долго Но я всегда без тебя ждала. Так, разгреваем. Сейчас я вам скажу, расскажу. Рекотку, любимую мою рекотку возьмем. Эй, так быстро? Ой, девочки, на работу надо собираться. На работу, на любимую работу. Как я рад, что мне не надо просыпаться в 9 утра на работу. Просыпаюсь, когда хочу. Сегодня проснулся в 9. Проснулся в 9. Сам. Чувствую, надо менять этот глаз, в смысле линзу. Иначе она за сегодняшний день просто замучает. Так, я хочу достать. А, все, ничего не хочу. Рикотку я достал. Сейчас соединю со сметанкой. Готово. Иначе. 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 Уже все было. Можешь здесь не шакалить. Все было уже. Все было. Ну что такое? Оська. 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 Олзская. Она продается даже в любых других магазинах. Накрываете. Вот. Посмотрите, какая чистая микроволновка. Ей уже сколько? Года, не знаю, полтора-два. Два уже наверное. Она чистейшая. Понимаете? Потому что нужно накрывать. Чтобы у вас был дома порядок и чистота. А не как знаете, в свинарнике. все накрываете все делаете аккуратненько и все будет чикпики знаете когда ко мне гости приходят не хватает убраться за не знаю по большому счету 15-20 минут надо полностью убраться в квартире потому что я ее не засираю браться так на тем быстренько выводить шлабры протираю пол и быстренько пыль сметаю все зажигаю свечи аромную историю какую-нибудь и жду гостей гости приходят я накрываю поляну я не успеваю раньше так сейчас поменяю на другую эту штучку-дрючку картошку делал с говядиной видите в каком соусе соль перец паприка сладкая какого сметана панировочные сухари чуть-чуть молока добавил чтобы пожиже было чуть-чуть соевого соуса буквально пару ложек чайных что-то еще было не помню все это смешал и обвалял в этом картофель вместе с говядиной просто потрясающе как лучших домах лондона говядина вообще потрясающе получилось и блюдо Это Что я говорю? Я не отрицаю, что здесь тоже фотошоп есть, но я знаю Аню лично, она точно не такая, идиоты ебаные, просто блядь. Из стопудов, наверное, рекламируют какой-нибудь похудающий бат, ну-ка, давайте посмотрим. А, он все равно еще себя в инстаграме и в реальности. Если кто-то хочет написать, что правое фото фотошоп, то просто пересмотрите один из последних выпусков «Звезды сошлись». Смотрите. К Гузеевой пришла ее двойник на программу «Два поженимся». Сейчас мы еще что-нибудь увидим. Пугачева, представьте, к ней пришли в деревню «Грязь» или как она там, деревня ее называется, фанаты пели песню. Она вышла к ним на какой-то там балкончик на свой или куда. У тебя есть Пугачева, ты не показал. Вот она. Не знаю, мне кажется, можно было бы, блядь, к народу-то спуститься. Тут, во-первых, их не так много. У тебя есть дома охрана, она выйдет с охраны. «Поблагодари людей». Видимо, она так уже устала от всех этих за столько лет шоу-бизнеса. Сколько, блядь, опять пришли. Про Марину Хлебникову. Смотрите. Помните, я вам говорил, что она уже в запое была? Вот я вам пока рассказывал. Подождите, девчонки. Вот. Видите, какая она? Это она приходила в 2019 году к Малахову. Вот такая была запоя. А сейчас вот такая. И пишут, преобразилась до неузнаваемости. Ребят, по мне так алкоголь-то виден. Но я не знаю. Я не осуждаю. Но если она закончила с алкоголем, я прям очень рад. Потому что пьющая женщина – это пиздец. Это очень страшно. Мне кажется, пьющей женщины нет вообще ничего в этом мире. Яна Рудковская. В инстаграме и в реале. Ха-ха-ха. Сейчас еще чуть-чуть покажу вам. Как красиво дочь у Леры Кудряхцевой. Мне так нравится она, Машенька. Она прям потрясающая. Я слежу за Лерой Кудряхцевой. И Лера часто выставляет, как дочь. Ходит в какой-то этот развивательный кружок. Кружок, как он, развития. Не знаю, как правильно. Ну, к частному преподавателю. И Маша такая умница. Реально умница. Все выполняет, все так делает. Мини-юбки и вульгарные образы в 75 маму Королевой захейтили. Ну, блядь, в 75 она выглядит шикарно. Ну, посмотрите, она прям дюймовочка. Ну, прекрасно. Она выглядит. 75 человеку. Да дай бог всем так выглядеть и так себя преподносить вообще. Захейтили, блядь. Этим, блядь, лишь бы захейтить, блядь. Сами доживите до 75, блядь. Потом хейтите, блядь, себя. Будете в косынке, блядь, ходить, эти хейтеры. Эти хейтеры. Уже даже, представляете, ничего святого. Даже у человека, который годится им в бабушке, они хейтят, блядь. Ну, вы, блядь, мозгов наберитесь вообще хотя бы, блядь. О, девочки. Платье Жанны Фриске не удалось продать на благотворительном аукционе в Красногорске. Все пожалели каких-то 100 тысяч рублей. Ну, по-моему, это как Брыкских. Брыкских, как она ведь? Она сказала, что готова выкупить его. Как она, блядь? Брыкских, брыкских. Кстати, у меня из головы вылетело. Купит, узнаем, расскажу. Какая у меня вкусная картошечка, какая вкусная говядина. Просто курица уже достала, говядина прям вообще вкусная. Так. А вот и песня Russian Woman, с которой Манижа выступит в Вортердаме на Евровидении. Кто, блядь? Какой еще трек мог победить в отборе 8 марта? Какая, блядь, Шаманижа? Кто эти люди? Я не знаю. Я вообще не слежу за Евровидениями. Это вообще Евровидения, голосы, херолосы. Мне вообще это все неинтересно. Кто где заплатил, тот туда и полетел. Мне кажется, уже давно там нет какого-то, знаете, народного голосования. Все как свыше решают. Так оно и есть. Ну, бред вообще. Ужас. Так, дальше. Сейчас тут у нас еще. Что это? СМИ назвали Лолиту российской Моникой Белуччо. У нас. Не видно. Не видно. Хэйта будет много. Подписчики предупредили партнершу Давы о проблемах из-за Бузовой. Так получилось, что Давы расстался с Бузовой во время своего участия в проекте «Танцы со звездами» на канале «Россия-1». Его партнершей на паркете стала эффектная Дарья Палей. Несмотря на то, что Даша замужем и растит ребенка, Ольга приревновала к ней экс-любовне. Это вообще неинтересно, кто-то на кого приревновал. Девочки, ебаный шоу-бизнес. Вы бы знали, насколько там говна. Вы бы знали. Вы бы знали, из чего он состоит. Это просто трэш. Это просто трэш. Когда-то, давно, когда я жил в Красноярске, бредил там российскими группами, слушал только русскую музыку. Мне так хотелось работать в шоу-бизнесе. Я прилетел в Москву, я начал работать на второй месяц уже шоу-бизнесом с Юлией Началовой. Это, наверное, одна из немногих, с кем я работала, Юлия Началова, которая была искренняя, честная, добрая, позитивная. Все остальные... Просто, блядь, тихий ужас. Ну, не все, не все, чуваки, не все. Вы в курсе, что Дым-2 возвращается? С весны. Ой, с весны. С мая. Ну, весна, что нет? На какой-то другой канал. Непотопляемый проект. Мне кажется, просто в этом проекте больше не будет таких бешеных денег, как были в прошлом. Потому что, если от них Газпром отказался, то, значит, во-первых, это будет скромнее гораздо проект. Во-вторых, доход будет у ведущих. А может, еще и сократят. Говорят же, Влад Кануне ушел. Из Бородина противобузовой. Это... Либо сократятся в штат. Влад просто так не ушел. Видимо, он был претендент на вылет. О, девочки. Хер с ними вообще. Хер с ними. Кого вы слушаете, кстати? Какие песни вы слушаете? Группы? Только не говорите про Мангерштерн. Вообще не говорите. Это весь бедет. Это полный трэш. Реально, что сейчас слушает молодежь? Это же просто... Это же просто ум непостижим, что они сейчас слушают. Какие-то группы, которых вообще не понять. Кто они такие? Вообще, я в шоке. Я тут зашел, говорю, в чат. В этот Вайтюнс. Думаю, дай я посмотрю вообще хит-парад. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Я просто охерел. Я просто охерел. Я никого не узнал. Я там никого не узнал. Никого. А прошло-то год. С того момента, когда я кого-то там узнавал. Ой, девочки. Так, сколько время? Время 10 утра. Мне к часу. Ага. Через три часа мне уже быть на работе. Так, ладно. Что? Надо собираться. Ой, девочки. О, смотрите. Кто внимательно следит, помните, здесь были тряпки. Все сняли. Он еще остается там сбоку. Он подметает что-то. Чистит. Ну. Начал снимать, и он ушел. Да, вот он вылез, вылез, вылез. Цыпленок. Жареный. Вот он. Эти дома уже почти готовые. Почти готовые. Почти готовые. Боже, какая, друзья, будет красота. Вы даже себе не представляете. Там такой проект мутят. Такие будут башни. Сказали, будут эти три башни, будут символом нашего района. Ну, потому что они реально будут крутые. Там такие будут подсветки. Они просто будут видны, мне кажется, с другого конца Москвы. Ну, грубо говоря. Так, что у нас там происходит? Тает. Тает, тает, тает на луне. Солнышко такое. Пучки, жгутики. Все, мои хорошие. Я буду потихонечку собираться. Пойду приводить себя в порядок. Пойду приводить себя в порядок. Может быть, даже сделаю масочку. Альгинатную. Видите, как кожа блестит. Это я вчера с вечера мазался. Так. А знаете, каким? Лореалем. Лореалем. Кто знает, тот знает. Так. Все, девочки. Я пошел делать дела. Еще надо поторос делать там раскладик один. Все. Не прощаемся. Девочки, на работу, мальчики. На работу. Едем на работу. Зарабатывать баблишко. Баблишко. Татор снова на работу. И знаете, что? И только что записалась еще одна на окрашивание. На пятницу. И пятницу на работу. И это прекрасно. И это прекрасно. 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 Что у нас тут? Говорят, минус 25 на улице. Сейчас. Ой, такое солнышко. Пора отчетчик кинуть в машину. Отчетчик кинуть в машину надо. Какое солнце яркое. Видите, как у нас прекрасно. А минус растет, растет, растет. Минус 7. Минус 7 с половиной. Минус 8. Посмотрим, до какого дойдет минуса. Видите? 10. Потом включу, как полностью все поднимется. Или опустится. Опустится. На работе. На любимой работе. Кремами намазался. Плящу. Молодец. Долголетие продлевает. Еду уже домой. Работник года. Три клиента сегодня. Ой, на улице прекрасно, прекрасно. Минус 10 в итоге. Сейчас минус 10. Утром было побольше. Не забыл, короче, вам снять. Вот. Еду домой. Кстати, то, блядь, 4 семинара не мог прослушать за неделю. То вчера вышли у нас 4 семинара новых. 2 уже прослушал. Сегодня в машине туда-обратно. Вот ехал. Сейчас только что закончу слушать 1. И вчера вечером 1. Полутора часовой на минуточку. Вот. Такой молодец. Хороший ученик. Я очень хороший ученик. Еду. Еду домой. Буду отдыхать. Пить чай. У меня дома медовик. Этот какого? Как эта палочка-то называется? Как она? Не профитроли, а как она? Как я ненавижу что-то забывать. Меня это прям пугает. Эклер. Эклер. Эклерчик. Надо зайти, может быть, какой-то еще взять. У меня есть клиентка, которая готовит сама эклеры. Ну, вообще, все готовит сама торты. Очень вкусно готовит. И это печет. Правильно, наверное, да? Выпекает. Не знаю. Вот. У нее эклеры это просто круче, я не знаю. Я никогда в жизни не пробовал. Очень вкусный. Очень. Такие пироги. Но во вкусе тоже неплохие. Да, сейчас сделаю чаек и сожру медовик и эклерчик. Поехали домой. Мой. Наверное.